Здравствуйте! Всем здравствуйте! Всем здравствуйте, спасибо, что присоединились к нам. Привет! Честно сказать, для меня это было неожиданно, вот. То, что меня пригласили быть сегодня интервьюером. Но я справлюсь. Так, мы пока ждём, когда же наш спикер к нам присоединится. Мы все ваши вопросы включили. Так, минуточку. Здравствуйте, здравствуйте всем. Мы пока ещё не начали. А вот и наш спикер. Здравствуйте. Меня слышно? Да, слышно. Большое спасибо, что вместе с вами мы сегодня провели очень крутой эфир. Ответим на вопросы, которые все выступают в этом году. Итак, я сейчас вас представлю, и себя тоже. Итак, ребята, сегодня наш спикер Асин Батумов, она член департамента по приёму. И она сегодня ответит на все ваши вопросы, которые вы нам отправляли не один раз даже. Меня зовут Кундыс, я студентка Назарбаев университета, поступила в этом году, и также являюсь администратором курсов в центре МСДС. Итак, вы готовы? Да. Отлично. У нас вопросы по блокам разделены. Первый блок у нас – это регистрация на сайте. Первое – это важные даты программы Foundation и программы Dyer. Спасибо большое, Кундыс, за это представление. Так, смотрите, для того, чтобы поступить в Назарбаев университет, вам нужно зарегистрироваться на нашем сайте и создать личный кабинет. Для того, чтобы создать личный кабинет, нужно пройти на наш портал www.admissions.nu.edu.kz. После того, как вы прошли, вы можете уже начать регистрацию. На программу Foundation, получается, это программа предуниверситетской подготовки, нулевой курс, можно так сказать. Регистрация началась с 27 сентября. Слышно нормально? Да-да-да, вас очень хорошо слышно. Регистрация началась с 27 сентября и продлится до 30 ноября. Для того, чтобы поступить на программу Foundation, вам нужно участвовать в конкурсном отборе. Вот, сперва вы регистрируетесь на сайте, далее участвуйте уже в конкурсном отборе, проходите, сдаете экзамен. Вам нужно сдать два экзамена. Первый это Аптис Ремоут, проверка знаний английского языка, ход в четырем секциях и дополнительный компонент. Проходной балл Аптис Ремоут, проходной онлайн, проходной балл 165 баллов. После того, как вы удачно сдали Аптис Ремоут на 160 баллов, вам нужно в секции письмо набрать 35 баллов из 50, чтение 34 из 50, говорение 36 баллов из 50 и аудирование 30 баллов из 50, что в сумме даст 150 баллов. Содержание текста будет письменно и устно, по формату более или менее схожа на IELTS. После того, как абитуриент удачно сдал Аптис Ремоут, он уходит на следующий этап. А результаты отображаются через интернет по Аптис Ремоуту в личном кабинете. Поэтому важно создать свой личный кабинет в нашем портале. Вы сдали успешно Аптис Ремоут онлайн через онлайн-платформу и сдаете НОФИПЕД. Тест, определяющий уровень академической подготовки по математике, критическому мышлению и навык решения проблем. Состоит из 60 вопросов. Вопросы с несколькими вариантами ответов, получается, можно выбрать. Продолжительность 120 минут. И минимально вам нужно набрать по Аптис Ремоут 120 баллов. Здесь я хотела бы отметить, что нужно набрать минимум по предмету 50 баллов. Получается, 50 из 70 баллов дает в сумме 120. Это считается минимальный проходной балл. Если вдруг вы набираете 40, 80, это, к сожалению, хоть и дает в сумме 120, но выходной балл не является. Поэтому по предмету нужно брать 50. Также результаты отображаются через 4 недели в личном кабинете. Это было, что касается программы Foundation. Если вдруг у вас... Можно, пожалуйста, маленький вопрос. Если по Аптис Ремоут набираешь ниже проходного, то на Нуфипет мы уже не проходим? Да, уже не проходите. Нужно набрать 160 баллов и по каждой секции набрать вот сколько-столько мы просим. Минимальные проходные баллы. Вот. Спасибо. Если вдруг у вас есть уже на руках Айлдс с проходным баллом 6,0, и вы можете его сдать до 25 декабря текущего года, до 2020 года, до 25 декабря, то вы освобождаете от Аптис Ремоут. Получается, если у вас есть Айлдс, то вы можете не сдавать Аптис Ремоут. Вот. А если мы говорим по программе бакалавриата сразу, да, на первый курс, то тут регистрация началась с 26 октября, вот буквально с понедельника, и продлится до 19 апреля. Здесь вам нужно сдать SAT Reasoning Test на 1240 баллов для всех специальностей. SAT Reasoning Test 1240 баллов с письменной частью, где на письменную часть минимальный балл не установлен. Также вам нужно сдать Айлдс, набрать 6,5 общий балл, где минимальный балл по секциям будет 6,0. Это для всех специальностей. Если у вас специальность связана со школой инженерии и цифровых наук, со школой горного дела и наук о земле, то вам нужно дополнительно сдавать еще один тест SAT Subject по физике и математике. По каждому предмету минимально вам нужно набрать 600 баллов. Если вы поступаете в школу социальных и гуманитарных наук, и ваша специальность связана с химией и биологией, то вам нужно сдать SAT Subject по химией и биологии, набрать 600 баллов также по каждому. Или если с физикой и математикой, то также вы сдаете физику и математику по SAT Subject и набираете 600 баллов. В школу медицины SAT Subject не нужен. И в школу, если у вас связано с гуманитарными науками, то тоже SAT Subject тест не нужен. Также по программе Foundation вы все тесты сдаёте за счёт университета, а уже на программу бакалавриата вы сдаёте уже сами. Сами всё оплачиваете. Также по Нуфипету для программы Foundation Нуфипет в этом году, скорее всего, будет онлайн проходить. Мы заранее за два месяца в личном кабинете напишем инструкции, что нужно, какие нужны условия. Это не будет так, что вот завтра вы сдаёте Нуфипет. Это всё будет заранее, что у абитуриентов будет возможность подготовиться, найти место, да, тихое место с интернетом, найти ноутбук, возможно, договориться с кем-то с руками или выехать куда-то. Это делается в целях безопасности, да, чтобы всё-таки здоровье превыше всего. И некоторые, кто живут далеко, им приходилось очень рано вставать, возможно, или нужно было выходить. Если у нас экзамен в 8 утра, им нужно было в 5-6 утра вставать. А тут, получается, таких вот стрессовых ситуаций не будет в комфортной установке, и ребёнок может сдавать сам тест Нуфипет. Для того, чтобы посмотреть, какие будут вопросы, можно будет зайти на сайт cbs.nur.kz. И там ознакомиться со всеми правилами, ознакомиться с темами и, возможно, ну, и увидеть прошлогодние наши тесты. Вот. Получается, ну, все результаты будут в личном кабинете. Может быть, ещё какие-то вопросы я не объявила. Извините, пожалуйста. Вы сказали, что, скорее всего, значит, пока ещё окончательного решения не приняли, так? Ну, где-то на процентах 90 будет онлайн. 10% ещё есть. Мы смотрим ещё пока по ситуации в стране, как будет реагировать себя вот ковид. Спасибо. А вот за два месяца до Нуфипет это примерно когда? После Нового года. После Нового года. Спасибо. Так. Теперь перейдём к следующим вопросам. Куда обращаться в случае возникновения проблем или вопросов? Например, имейл потерялся, пароль изменился, или изменились данные удостоверения личности и паспорта? Все вопросы нужно будет направлять в департамент по приёму. Это работает сейчас колл-центр. Если вдруг колл-центр не берёт, то все звонки у нас сохраняются. Вам обязательно перезваниваю. Номера у нас есть на сайте, в графе поступления, контакты. Это 871-72, пароль Астаны, 642584. 642584. Или нужно будет написать на нашу пункту инфа, нижнее подчёркивание, admissions, собачка, ну, .edu.kz. Вам в течение двух-трёх рабочих дней обязательно ответят. И также, когда вы регистрируетесь на нашем портале, вам приходит как бы вот то, что вы зарегистрировались, и там будут также почты уже непосредственно foundation и почта бакалавриата undergraduate. Также туда можно писать. Почта всегда проверяется и направляется нужным людям, которые могут вам ответить. И в течение двух-трёх рабочих дней вам обязательно должны ответить. Спасибо большое. Вот у нас вопрос. Можно подать на foundation и на direct? Да, вы можете подать на обе программы и на foundation и на direct. Но когда выходят результаты, получается, вы результат получаете после того, как ответят все студенты, все абитенты, получается, позже всех, ближе к началу учёбы. Потому что мы ждём вот всех, кто выбрал программу foundation, пока они получают offer, предложение о том, что вот вы поступили. они нам отвечают, да, мы будем учиться. И также проходит... Минуточку. Может, это мой интернет? Ааа, как жаль. Нет, Wi-Fi вроде работает. Ребята, можете дать знак, пожалуйста, что вы меня слышите? О. Нет, вроде у меня интернет работает. А, у меня всё... Всё, спасибо. Так, давайте я ещё раз приглашу нашего спикера. Ой. Нет, не так. Не туда. Так. Фух. Ой, спасибо большое. Спасибо. Так. Я прошу прощения за технические неполадки. Видимо, у меня не ловит интернет временами. Так что, возможно, буду так пропадывать. Я тут увидела вопрос, то, что актуален ли ещё IELTS. Да, IELTS актуален. Если вы сдаёте IELTS на программу foundation, вам нужно набрать 6,0 и сдать до 25 декабря. Если вы сдаёте на программу бакалавриата, то вам нужно уже набрать 6,5. Также хотела сказать, что вот 98% абитуриентов у нас обучается на гранте, поэтому возможность поступить на грант очень большая. А тут у нас ещё один вопрос возник. Увидите, да? Как сообщает IELTS. Форматный хипет изменился. Можете, пожалуйста, рассказать более подробно. Форматный хипет изменился в том плане, что он будет проходить, скорее всего, онлайн. Вопросы также будут с вариантами ответов. Прошлогодний тест вы можете посмотреть на сайте cps.nuedukz. И там же скоро вывесены темы, по которым можно будет подготовиться. Ну, фипет — это проверка знаний математики на английском языке, но она построена на базе школьной программы именно Казахстана, на базе системы образования Казахстана. Поэтому все темы связаны, ну, все школьники это прошли. Но единственное, вот для того, чтобы подготовиться, возможно, терминологию скоро уже вывесят. Спасибо большое. В этом году будет ранняя подача? В этом году ранняей подачи не будет. Early admissions нет. Будет только regular admission. Спасибо. Когда уберут программу Foundation? И вообще, есть ли вероятность, что уберут ее? Такой информации у меня нет. Мы не планируем убирать программу Foundation. Программа Foundation у нас остается, потому что все равно язык обучения у наших школ местных в большинстве случаев это казахский и русский. Foundation — это как идет трамплин, как батут для того, чтобы студенту было легче адаптироваться, полностью переходить на англоязычное образование. Поэтому программа Foundation, она будет адаптироваться, меняться, но убирать мы ее не планируем. Спасибо за радостную новость. Так. Итак, теперь вот блок документов. Те же самые важные документы, которые обязательно прямо нужно сейчас. Ну, получается, одним из самых основных документов это является ваше удостоверение личности или паспорт. Когда вы регистрируетесь, нужно очень внимательно заполнить ваше имя. На удостоверении на обратной стороне есть, как заполняет, пишется ваше имя на английском языке. Анкету вы заполняете полностью в личном кабинете на английском языке, поэтому нужно узнать, как пишется ваше имя на латинице. Вот. Это основной документ. Также идет там справка со школы. Есть дополнительные документы, вы можете туда прикреплять все ваши грамоты, я не знаю, благодарственные письма. Это для того, чтобы если вдруг вы набрали одинаковое количество баллов с другим абитуриентом, и вы, получается, по рейтингу занимаете одинаковую ступень. Для того, чтобы определить, кто же все-таки по рейтингу выше, приемная комиссия может посмотреть ваши дополнительные грамоты, и это вам даст балл для того, чтобы поступить, подняться на чуточку выше. Вот. Ну, когда вот спорные моменты возникают. Конечно, вам нужно прикреплять ваши документы, результаты ваших экзаменов. Результаты ваших экзаменов. Если вы сдаете IELTS сами, вам нужно обязательно через организатора заказать электронную версию в Назарбаев университет. Вот. Вы прикрепляете скан-копию, а также пишете ТРФ-код и организатор теста IELTS, это British Council или Interpress, или еще кто-то, должен прислать вашу электронную версию, и чтобы вы оказались в нашей базе, чтобы мы могли проверить ваш IELTS-сертификат. Вот. Это такой один из важных моментов. Это касается и IELTS, и SAT экзаменов. Нужно через организаторов тестов заказывать электронную версию в Назарбаев университет. Все, кто проводит SAT и IELTS, они в курсе, вам подскажут, вот, но для этого нужно обратиться к организаторам. А вот вопрос, если ученик отправит свои результаты до дедлайна, сами результаты придут позже дедлайна. Примет ли университет результаты ученику? Смотрите, дедлайн получается по, например, регистрация на программу Foundation заканчивается 30 ноября. Он должен до этого времени зарегистрироваться и прикрепить все документы, которые у него есть на руках, но IELTS разрешается прикрепить до 25 декабря. Вроде бы дедлайн 30 ноября, но у вас еще есть месяц, чтобы доздать IELTS. Спасибо большое. У нас тут вопрос, сохраним ли мы эфир. Да, ребята, мы обязательно сохраним наш эфир. Вот так. Тут еще пара вопросиков. Так. А если сдать экзамены за счет NU, то получается можно поступить только на Foundation? Да, все верно. Если вы сдаете за счет NU, Аптис Ремоут и Нуфипет, то вы проходите на программу Foundation. Спасибо. Так. Ну, насчет баллов SAT, вы вроде бы уже сказали, что 1240, да? Это 1240 баллов. 1240 баллов с письменной частью. На письменную часть минимальный балл не предоставлен. И 600 баллов по предметам. Это физика, химия, химия, биология, простите, или физика, математика. Они идут предметы в парах. Это для SAT SAT сабжекты. Зависимость от специальности. Спасибо. Теперь следующие вопросы. У кого можно уточнить форму или образцы? Нам задали такой вопрос, тоже в блоке документов. Ага. Получается, смотрите, когда вы зарегистрировались на нашем портале admissions вы проходите регистрацию и там каждый документ высвечивается, как он должен выглядеть. И также вам на почту будет приходить полный список документов и там, скорее всего, будут вам высыланы образцы. Например, справку со школы мы высылали всем на почту, на ту, которую они предоставили нам в личном кабинете и они уже знали, как должна была выглядеть справка со школы. Где должна быть печать, какая фотография, поэтому главное зарегистрироваться на портале и там уже вся инструкция будет. И проверять почту, потому что вся инструкция высылается на почту. Да. Спасибо большое. У нас вопрос. Когда примерно будет Муфипед? Так, Муфипед будет примерно в конце февраля, начале марта. Спасибо большое. Так. Будут ли изменения в силабусе? В силабусе каком? На программу Foundation будут такие предметы, как математика, навыки решения проблем, еще другие предметы, для того, чтобы, академические предметы, для того, чтобы вас подготовить к первому курсу. каждый год он меняется в плане, ну, он адаптируется под время, да, мы его пытаемся сделать современным, темы обновляем, поэтому, да, он меняется, но основной компонент остается, это подтянуть ваш английский язык, подтянуть ваши навыки обучения на английском языке, получается, подтянуть ваши академические навыки. Вот еще один вопрос, как мы можем узнать список требуемых документов? Какой вклад на вашем сайте на английском языке? Получается, вы заходите на наш сайт, заходите, меняете язык, на какой вам удобно, далее проходите на поступление, после этого проходите программу Foundation, поступление, программу Foundation, и далее здесь уже написано этапы регистрации, вступительные экзамены и требования, важные даты, конкурсный отбор, зачисление, поступление на платное обучение, полезные ресурсы, статистика и контакты. Получается, здесь есть вся подробная информация, главное зайти в поступление, Admissions, программу Foundation и дальше уже выбираете ту информацию, которая вам нужна. именно какие документы нужны, получается, это сканированная копия справки с места учебы, с фотографией, согласно шаблону, либо аттестат или диплом с приложением, сканированная копия удостоверения личности или паспорта, также нужно загрузить в кабинет фото в формате 3х4. После этого вы нажимаете кнопку Submit, оплачиваете регистрационный взнос, если есть, и за 1-2 недели до экзаменов обязательно проверяете почту, на которую направляется информация о месте и времени предстоящего экзамена, а также правилах поведения на экзамен. Также проверяете папочку SPA, может наше письмо оказаться там. Так, я здесь вижу, что если имя написано неправильно, исключают ли? Нет, если имя у вас написано неправильно, мы все равно документы все перепроверяем, и вы просто в системе как бы оказываетесь, ну, горите красненьким, что у вас какие-то несовпадения. Единственное, если у вас не совпадает имя в удостоверении или в паспорте с именем в ваших результатах экзаменов по IELTS или TOEFL, то тогда, скорее всего, вам нужно будет предоставлять, что вы или имя поменяли за этот период или еще что-то. Как бы, если у вас несоответствие именно в тестах на экзаменах, то тут, конечно, будет все в индивидуальном порядке решаться. если это был как бы за вас кто-то сдавал, то, конечно, вы исключаетесь. А если это просто как-то ну, тайпо, да, вы просто ошиблись, возможно, будут так, ну, я надеюсь, что проблему смогут решить. Спасибо большое. Как еще проходить на ПЕД, если он будет онлайн? Как будет проходить на ПЕД, если он будет онлайн? Он будет проходить на платформе, которую предоставит международная организация, будет проходить с веб-камерой, да, чтобы у вас была веб-камера, и вы будете сдавать, скорее всего, или дома, или, может, договоритесь, где-то в школе, вот, но вам нужно будет инструкцию за два месяца, сказали, что вам вышлют, у меня, к сожалению, ее сейчас нету на руках, вот, и там в инструкции будет написано, какое разрешение камеры, какая должна быть скорость интернета, ну, и всякие вот технические моменты, вот, а также будут кураторы, которые будут за вами онлайн наблюдать, вот, ну, в международной практике онлайн-тесты проводятся, да, также IELTS, TOEFL, APTIS, REMOV, это все международные тесты, которые проводятся уже очень давно, и на базе этого опыта мы будем проводить, проводить МАФИПЕД, поэтому не переживайте, это все будет проходить на очень высоком уровне, по международным стандартам, и обо всех правилах, и, я не знаю, возможных потребностях вам будет сообщено заранее. Спасибо. Так. Утро. Я поднял как трансфер студент на дайрект, и мне сказали, что транскрипт дадут в конце первого семестра, а GPA, значит, примерно я сама могу подсчитать. Ну, пока, да, можете сами подсчитать, если у вас нету. что должно быть написано в рекомендательных письмах? Так, рекомендательные письма нужны только тем студентам, которые переводятся, и там должны вас просто как характеристику написать, какой вы являетесь студент, хорошо ли вы учитесь. Вообще рекомендательные письма одного шаблона нету, это все зависит от того, кто пишет вам рекомендательное письмо, и что вы хотите показать. Если там вы просите написать рекомендательное письмо от своего учителя, то наверняка это будут характеристики ваша академическая успеваемость, и, возможно, ваши человеческие качества, как вы работаете в команде, ваши сильные стороны, вот, а если это работодатель, то как вы работаете, вот, поэтому одного шаблона нету, главное, чтобы вас показали с той стороны, как вы будете учиться в Назарбаеве в университете, привели это к тому, что рекомендуем мы взять этого студента для обучения в Назарбаеве в университете, потому что он такой-такой-такой. Спасибо большое. А что значит мотивационного письма? Есть ли какой-то определенный шаблон? По мотивационному письму тоже у нас шаблона определенного нету, единственное, оно тоже должно быть напечатанным, не от руки, напечатанным на одну страничку, и также вы должны написать свою мотивацию, почему вы хотите учиться в Назарбаеве в университете. А есть ли ограничения по объему слов? Так, я сейчас не помню точно, но, по-моему, ограничений нету. Да, ограничений вроде не должно быть. Вот я сейчас проверю бакалавриат. Ну, вся последняя информация у нас на сайте, поэтому вы можете проверять наш сайт. Хорошо. А еще я забыла вам сказать, что у нас есть суперскоринг по SAT по SAT reasoning тестам и SAT subject. Суперскоринг это когда выбирается с каждой с каждой секции самый лучший результат, и все это мы суммируем и выводим балл. Получается, если у вас есть возможность сдать 2-3 раза экзамены сатризм сатсамчик, пожалуйста, сдавайте, это вам даст больше возможности как бы при суперскоринге набрать больше баллов. Здорово, спасибо. Так, тут вопрос, почему не принимают 3 на 4 фото на сайте? На сайте должны принимать фото 3 на 4. У вас возникли проблемы при загрузке? Вопрос не поняла, потому что 3 на 4 фотографии являются одним из критериев, необходимых для регистрации. У вас не принимают возникли проблемы при загрузке Амир Жаку? Амир, напишите нам. Тут вопрос, можно ли поступить на Direct A-Level? На Direct A-Level вы можете поступить. Вам для того, чтобы поступить, для выпускников и учащихся средних школ, а также выпускников программы A-Level, вам также нужно сдать IELTS с общим баллом 6,5, 6,0 в каждой секции или набрать по TOEFL IBT 79 баллов или TOEFL PDT 574 баллов. Также вам нужно сдать SAT Reasoning Test 1240 баллов и сдать в зависимости от вашей специальности SAT Subject Test по физике математики или по химии и биологии минимальный проходной балл 600. Спасибо большое. То есть, как я поняла, главное требование это SAT, а A-Level оно будет как дополнительное, да? Да. Получается, да, как бы, оно так, вы поступаете так же, так же, и для нас важен именно ваши баллы по TOEFL, по IELTS, по SAT Subject, A-Level это уже идет как о том, что вы закончили школу, да, наверное, хорошо решилось. Да. А где сдают APTIS? Это, получается, в онлайн формате будет, да? Да, APTIS Remote будет сдаваться онлайн, его будет также проводить British Council. Вот. После того, как вы зарегистрируетесь на нашем сайте, мы вышли вам ссылки, где регистрироваться, куда проходить и как заполнять. А как скоро уже состоится вот этот тест APTIS Remote? APTIS Remote будет, скорее всего, в январе, все будет после Нового года, в январе, да. Спасибо большое. А вот по длительности сколько примерно длится? APTIS длится три часа. Спасибо. Так, у нас тут еще вопросы. Так. Можно ли акционировать справку со школы и удостоверение через телефон? Да. А, кстати, специальные приложения. Да, есть специальные предложения, и также вы, если сфотографируете, то вы можете вот сохранить как PDF. Вот. И у каждого документа, когда вы грузите в личном кабинете, есть формат, который мы просим, там, или PDF, или JPEG, и еще, ну, или вот док, да, как бы, в основном мы просим PDF, поэтому вы можете отсканировать на телефон, сохранить это как PDF-формат и загрузить его. Спасибо. Мне кажется, на этот вопрос уже ответили еще в начале про части и только что про время было. Так, если у школы нет своей шапки, на справку вы, ну, можно и без шапки прикрепить? Справку со школы формат мы вам высылаем, там шапка не нужна, там, главное, ваша фотография и печать. Спасибо. Ну, то, что вы обучаетесь на последнем учебном году, да, являетесь студентом завершающего класса. Спасибо. Так. А какие именно документы нужно прикреплять в вкладку additional documents? Какие дополнительные именно документы? Это, наверное, в этом случае вы добавляете любые документы, которые считаете нужными, ваши все грамоты за ваше активное участие в жизни школы, волонтерства, может быть, олимпиады, ну, все, что считаете нужным, что вам может в глазах приемной комиссии поднять ваш рейтинг. Спасибо. Так. Аптис и Айлдс будут оцениваться одинаково, если получить 170-100 баллов, это сколько баллов на Айлдс? У нас есть специальная градация. Мы приемная комиссия и подготовительная школа подготовили свои вот, как это, разболовку, да, чтобы каждый балл соответствовал. Например, мы говорим, что Айлдс 6,5 общий балл, это эквивалент его баллу в Тойфул Айбетти это 79 баллов. То же самое у нас есть по Аптис и по Айлдсу, но у меня сейчас перед глазами этой информации нету, и на сайте, кажется, мы тоже не, да, на сайте мы пока тоже это не размещали. Как только мы, вы можете проверять наш сайт, и в программе Foundation, там, скорее всего, должно быть разболовка, что является больше, лучше, где, у кого шансов больше поступить, меньше шансов, там, именно разболовка по Аптис и по Айлдс будет на сайте Foundation. На данный момент я не могу сказать, что 170 баллов по Аптис, это столько-то по Айлдс, пока не могу сказать. Но нужно иметь в виду, что 165 баллов это примерно Айлдс 6.0. Спасибо большое. Так. Ой, Unconditional. Я про такое не слышала еще. Вам видно вопрос? Да, мне видно. На Found убрали Unconditional Offer. Unconditional Offer. Так, тоже по этому вопросу не подскажу. Так, сейчас просмотрю сайт. Но нет, по этому вопросу я вам не подскажу. Вы можете мне написать на почту. Я вот сейчас в комментариях если смогу ввести. А, нет, не могу. ничего. Давайте вы мне продиктуете, про спейлите, а я сейчас запишу. Так, сейчас. Что я печатаю? Ага. Точка еду, точка еду, точка еду. Да, вот получилось. Я вот написала Асель Батырова на еду кезет. Пожалуйста, напишите мне вот по поводу Unconditional, и я отвечу на ваш вопрос, потому что сейчас, к сожалению, не могу ответить, не знаю. У коллег спрошу. Спасибо большое. Сейчас мы тоже сохраним. Так, скажите, сколько мангалок. Да, не могу загрузить по фотографии. Тогда напишите, пожалуйста, на инфо нижний пробел admissions собачка ну и такие знают, что не можете загрузить фотографию, и приложите напишите ваш ID, который при регистрации вы написали, и вам должны ответить. Возможно, они сами загрузят, если на самом деле, или устранят палатку. Спасибо. Удачи вам, Атамир. Удачи вам. На следующий вопрос. Где найти пробники по новому формату аппетита? Пробники вы можете найти на сайте British Council. Там есть и материалы дополнительные, как готовится, и формат, ну вот как IELTS, мы же все видим, как готовятся к нему, там книжки, тесты, также и по аптису. Здорово, спасибо. Да. Для Foundation какой минимальный балл по IELTS? Минимальный балл для программы Foundation 6,0, в каждой секции не меньше 5,0. Спасибо большое. Так, следующий вопрос. Видимо, имели ввиду на Foundation. На Foundation учатся один год, это получается два семестра, один академический год, это два семестра. Если вы поступаете вот в следующем году, 2021, вы в 2022 уже поступаете на первый курс, и общее время вашей учебы займет вместе с бакалавриатом 5 лет, а не 4 года. Ну вот программа Foundation идеально подходит для тех людей, которые еще не определились со своей специальностью, хотят менее стрессово начать свою студенческую жизнь, познакомиться поближе со студентами, потому что когда вы поступаете на программу Foundation, вы вместе учитесь целый год. А если вы поступаете на программу по калавриату, то там нету группы, вы сразу на какой предмет пошли, там могут быть каждый раз новые люди. Это получается кредитная система, где на каждом предмете регистрируется тот, кто хочет. А программа Foundation такая более мягкая, мягкий переход со школьной скамьи в студенческую жизнь. И это также, если вы хотите растянуть свое студенчество, то это идеальный вариант, где вы можете и возможно, вы когда находитесь уже в университете, возможно, вы более определитесь со своей специальностью, возможно, вы сейчас не знаете, на кого вы хотите учиться, поэтому, если вы еще не определились со своей специальностью, то программа Foundation, она идеально подходит именно для таких абитуриентов. Спасибо. А вот можно узнать подробнее про переход с Foundation на Direct? То есть, я слышала, что некоторые ученики вылетают, из-за чего так происходит? Да, все верно. Смотрите, для того, чтобы поступить с Foundation и перейти на первый курс, вам нужно будет успешно сдать все экзамены по вашим предметам. Это, как мы говорим, контрольные работы. Вот вы в школе сдаете каждый раз семестровые, годовые работы, то же самое вы должны сделать на программе Foundation. Если вы ходите на все пары, сдаете в свое время на все домашние работы, то для вас сдать последние экзамены не будет как бы сложно, потому что там не нужно набирать вам 100 баллов, вам нужно набрать там проходные. Поэтому наша все равно основная задача не завалить вас, а для того, чтобы вы прошли дальше на первый курс и учились, потому что вам выдали грант и вы уже отучились, и нам невыгодно терять то, что вы один год отучились, если кто-то думает, что специально вас заваливают. Нет, вас специально не заваливают. Если вы учитесь, если вы ходите на пары, не спите, не гуляете, я не знаю, потому что запас... Ой! Все, вас слышно. Поэтому проходите, поэтому поэтому пожалуйста ходите на пары, сдавайте все домашние задания, и вы без проблем сдадите ваши годовые экзамены и пройдете успешно на первый курс. И спасибо за классный рецепт успеха. Так. А, вот еще один интересный вопрос насчет фаундейшна снова. Допустим, ученик, он поступает, к сожалению, на платный фаундейшн. У него потом есть возможность перейти на грант с первого курса? Да, такая возможность есть. У нас три вида грантов. Грант государственный грант, который дается в рамках госзаказа, грант Абая, Кунанбаева, который дается иностранным гражданам и лицам без гражданства, и грант Ибраил Тенцарина, который дается деткам из многодетных семей, деткам-инвалидам или кто остался сиротой. Поэтому у нас вот есть три вида гранта и вероятность, что вы перейдете на грант, ну, процентов 98, наверное, процентов вы перейдете на грант. И у нас очень такая большая система, гибкая система скидок для граждан Казахстана, поэтому вы никогда не оплачиваете полную стоимость за обучение. Спасибо большое. Так, тут у нас еще вопросы. Так. рекомендательные письма должны быть написанными школьными учителями? Смотрите, рекомендательные письма нужны только тем, кто переходит с других университетов. Для того, чтобы пройти на программу Foundation, вам рекомендательные письма не нужны. Вот. А кто может писать, вы можете выбрать как школьного учителя, как преподавателя английского языка на курсах? Может быть, по математике тоже выходите на дополнительные по математике, вам там могут в центре написать критериев, кто напишет рекомендательное письмо, такого нет. Спасибо большое. Тут у нас еще вот здесь есть вопросы. так. Если вот на хипет он будет онлайн, критерии оценивания, они как-то изменятся? Нет, критерии оценки не изменятся. Там будут задания, за которые дают мало баллов, и на усложнение заданий, за которые дают больше баллов. Как бы система оценки будет соблюдена. Спасибо. Так. Вот смотрите, даже если мы набираем проходной балл по нафипету, это же не означает, что мы точно поступим туда. Так вот, с какими баллами по нафипету можно быть 100% уверенным, что ты поступишь? Так, ну, да, вы верно заметили, что все проходные баллы, которые я сейчас озвучиваю, это минимальные баллы, с которыми приемная комиссия рассматривает ваши документы, и это не дает 100% гарантии, что вы поступаете на агран. Проходные баллы по нафипету, получается, средний проходной балл по нафипету за 2020 год по математике был 67. Так, 67. 67, 44. По навыке критическое мышление и навыке решения проблем, эта сумма балл составляет 68 и 12 баллов. По IELTS средний балл 6, 57. У этой информации есть статистика по средним баллам вступительных экзаменов на программу Foundation статистика, вы можете посмотреть у нас на сайте. там даже есть сколько каждый год поступают людей, да, получается полезная ссылка, скажем, это поступление программы Foundation и статистика. Спасибо большое. Скажите, пожалуйста, что важнее, результаты IELTS или нафипет? Нафипет. Спасибо. Так. Ой, не туда нажила, минуточку. Так. Ой, у меня вопросы тут отскакивают. Если прикрепили результат IELTS, как можно узнать, пропустила ли АПТИС? Получается, если вы прикрепили документы, то вы автоматически переходите на нафипет, и вам должно прийти письмо уведомления. Но сейчас мы все документы собираем, поэтому раньше, чем 30 ноября, вы не ждете, скажем так, до 30 ноября ничего. После 30 ноября вам будут уже писать, все ли вы верно сдали, что вот вы пропускаете АПТИС. После 30 ноября как закончится регистрация? Спасибо большое. У нас тут очень много вопросов. Если все-таки это идти, сдать не будет возможности, будет ли альтернативный вариант. Вот как в этом году у нас был вариант сдать Alex PPL и вместо ILC Duolingo. В этом году будет так повториться? Да, в этом году тоже, если у абитуриентов не будет возможности сдать экзамены, все тестовые центры закроются, и не будет возможности пойти и сдать, то вы все будете сдавать онлайн и мы объявим об альтернативных экзаменах. Скорее всего, конечно, это также будет Duolingo и Alex PPL, но возможно будет что-то другое, я не могу гарантировать, что это точно будет Duolingo и Alex PPL. Но альтернативные экзамены если будут, то естественно по срокам вы все будете рассказывать об этом департамент по приему на Забав университет об этом думает и мы больше ориентированы все-таки чтобы вы поступили поэтому все будет на нашем сайте в разделе объявления всегда проверяйте если вы не можете сдать сад то вы можете писать на нижнее подчеркивание admissions ну еду кез то что вот такой центр закрылся и вам скорее всего а скорее всего вам даже не придется писать мы будем знать что если он закроется то вам на почту уже напишут что вам нужно сдать что-то или возможно просто придет письмо не переживайте мы вас информируем какой экзамен вы будете сдавать просто следите за вашей почтой спасибо так все же допустим что нафипет будет проводиться в каких городах он будет проходить и что делать тем в чьих городах нафипет не проводится смотрите когда вы регистрируетесь у вас высвечивается нафипет экзамен и вы там должны выбрать в каком городе вы будете сдавать вы выбираете наиболее близко вам находящийся город обычно он во всех крупных городах если мы говорим о Шимкент то Шимкент приезжают из Туркестана Кентал Арыс все близлежащие города приезжают в Шимкент поэтому на сайте вы сами выбираете и вы можете сами рассчитать поговорить с родителями куда вам ехать ближе а возможно я не знаю у родителей будет командировка и вы будете сдавать не в том городе который ближе а там куда родители поедут чтобы могли вас совмещать вы сами выбираете если это будет не онлайн спасибо большое теперь насчет обучения как как выбрать хорошего профессора как выбрать хорошего профессора это общаться со студентами которые брали уже у него предмет вот поэтому нужно быть очень активным для того чтобы познакомиться со студентами у нас есть более двухсот студенческих клубов это клубы по интересам это и танцоры и любители хакатонов математики спортсмены у каждого хобби есть свое можно сказать своя организация студенческий клуб вы можете туда вступить познакомиться с студентами и спросить у них вот мне нужно по программе брать такой-то такой-то предмет кому ты посоветуешь идти для тех кто не знает вот на программе бакалавриата каждый студент сам регистрируется на предмет получается он заходит в систему и выбирает делает себе расписание например 10 часов он хочет математику в 11 часов он хочет физкультуру там в час он хочет казахский язык вот студент каждый студент вот так вот выбирает сам поэтому для того чтобы выбрать профессора вы можете или возможно у него есть офис часы зайти с ним познакомиться у каждого профессора есть офис часы поэтому вы можете зайти познакомиться а сейчас из-за того что все проходит онлайн ну наверное есть у нас паблики да туда в атриуме и спросить спасибо самый популярный вопрос это будет ли второй семестр в текущем году офлайн мы мы надеемся что будет офлайн да мы очень соскучились по нашим студентам все-таки университет без студентов существовать как-то не может и грустно поэтому если нам разрешат если министерство образования санитарный врач разрешит нам учиться офлайн то университет готов принять всех своих студентов и мы надеемся что будет он мы всех увидим вживую но такой информации к сожалению у меня нету мы не знаем еще но зато есть всегда есть надежда есть надежда вот для тех кто хочет поступить к нам в Назарбаев университет у нас почти 80% студентов живут на территории университета в общежитиях мы называем это dormitories на кампусе проживание платное за один семестр за 4-местное размещение студент оплачивает около 19 тысяч за 2-местное размещение в комнате студент оплачивает 26 тысяч за семестр получается за полгода это или 19 тысяч или 26 тысяч сумма такая символическая вот также у каждого студента который поступает на грант есть ежемесячная стипендия на программе foundation около 19 тысяч тенге на программе «Бакалавриат» — это около 22 тысяч тенге в месяц. Также стипендия покрывает базовую медицинскую страховку для родителей. Если нас слушают родители, то на территории университета есть медицинский центр, если вдруг ребенок заболел, он может обратиться бесплатно в рамках страхования студентов. Также у нас работают психологи, также у нас есть на территории университета столовые, как на территории университета, так и в самих общежитиях столовые, магазины, аптека. Также для здоровья у нас есть атлетический комплекс с бассейном олимпийского размера, скалодром, фут-зал, баскетбольный зал, тренажерный зал, фитнес-зона. Там, получается, доступ имеют все студенты. Цена там тоже символическая — 500 или 1000 тенге в месяц. Поэтому родители тоже не переживайте, там безопасно, никто не может зайти на территорию университета без пропуска. Студенты туда заходят по ID-карте, оно выглядит как удостоверение, там есть фотография студента, и написано, что на магнитике дверь открывается. Также это охраняемая территория, у нас есть своя охрана. На каждом этаже есть кураторы, к которым можно обратиться. Это что касается именно проживания, скажем так, быта. На каждом этаже есть кухня, где студент может сам готовить. Поэтому если обучение будет офлайн, то вам нужно будет привезти с собой только в растительное белье полотенца, а матрасы, ну, как бы там всё будет. Спасибо большое. Зачем это родители? Какие же у вас есть топ-советы для родителей, будущих студентов в Назарбаев-инвеститетах? Для родителей один основной такой совет — это готовить заранее, чтобы ребёнок в 11-м классе не стрессовал. Возможно сдать, например, IELTS, срок у него 2 года, возможно, нужно IELTS сдать после 10-го класса. В 11-м классе уже акцент шёл в основном на математику, чтобы не стрессовать ребёнку и не загружать его. Поэтому готовьтесь к IELTS после 9-го класса, начинайте. Ну, конечно, учить английский нужно раньше, ну, вот именно к IELTS готовьтесь после 9-го класса уже, чтобы рука была набита, чтобы вы знали, ну, главный вид техника, помимо знаний, нужна в IELTS техника, да, чтобы просто ребёнок был подготовлен. Вот. Также доверяйте ребёнку и разрешайте делать выбор своей профессии самому, потому что учиться нужно будет ребёнку, и на профессии, которую он выберет сам, ну, желания будет побольше, да. Да. Спасибо большое. Действительно, очень ценные советы. Поэтому, если здесь нас смотрят родители, всем желаем удачи. Удачи. Сейчас у нас есть ещё ответы. Так. Ой, точнее, вопросы. Минуточку. Сейчас. Так. Вот вопрос. А могу ли я поступить на дайвинг, не закончив A-level, а только AS-level с SAT и IELTS? Так, я не знаю, что такое FAS-level. Он чуть ниже A-level. То есть это не полный A-level, можно сказать. Не полный A-level, да. Тогда, смотрите, вот вы должны будете выбрать какую-нибудь одну из категорий, но, возможно, вы будете тогда сдавать как выпускник школы или как обучающийся на последнем учебном году вот по этой категории. Потому что именно A-level, как бы, он есть у нас как категория, а вот AS-level у нас нет. Хорошо, спасибо большое. Кто лучше, Foundation или же лучше взять Gapier с условием того, что ты уже определился с профессией и просто нужно лучше подготовиться к экзамену? Ну, это все, конечно, очень индивидуально. Я не могу сказать, берите Gapier или идите на программу Foundation. Единственное, вот хочу сказать, что программа Foundation, она все-таки идет такая, хоть и интенсивная, но это все равно идет предуниверситетская подготовка, да. Поэтому она будет более мягче и в каких-то местах, возможно, легче, чем сразу идти на бакалавриат, да, потому что там вы адаптируетесь к студенческой жизни, там вы адаптируетесь к профессорам. Это не школьные учителя, это уже профессора, которые не будут бегать за вами, да, как бы если учеба в первую очередь, там вы должны понять, что учеба нужна вам. Когда вы возьмете Gapier, у вас такой возможности, ну, не будет, да, адаптироваться к профессорам. Поэтому если вы не уверены в своих силах, что хотите целый год взять на подготовку, тогда лучше поступать на Foundation. Хорошо, спасибо большое. И вот еще один маленький вопрос. Результаты на поступление на Direct, когда выйдут примерно? Они выходят вплоть до начала учебы в середине лета. Спасибо. В программе Foundation есть казахский язык? Так, на первом курсе точно есть казахский язык. На программе Foundation я не знаю, на программе бакалавриата вам нужно взять даже два казахских языка. Это зависит от вашего уровня. Это будет казахский 1, казахский 2, или казахский 1, и, возможно, драма, там, театр на казахском языке, или деловой казахский, это зависит от вашего уровня казахского языка. Спасибо большое. Так. Вот еще вопросики. Так. В некоторых заграничных университетах отменяют SAT, то есть он не required. Есть ли вероятность того, что его отменят и в Назарбаев университете? Ну, получается, это вот merit-based admissions, да, у нас пока мы все-таки придерживались на то, что нам нужен SAT. Возможно, если что-то изменится, конечно, будут отменены, но на данный учебный год SAT остается. Хорошо, спасибо. Так. Что если вы сейчас? Как можно будет поступить в Айреш? Если здесь нет, то он получит. Вот сюда. Альтернативный экзамен. Да. Спасибо. И вам спасибо. Что делать, если теперь будет онлайн школьник из маленьких городов, то есть из-за улова поселка городского типа? У кого интернет слабый или вообще его нет? То есть что им делать? Поэтому мы говорим, что будем заранее информировать так, что студент сможет подготовить себе образовательную среду, договориться с родственниками, там, я не знаю, возможно, со школой, выехать куда-то на один день. Вот есть нетворк пространства, да, где он может сдать этот экзамен. Поэтому информировать мы будем заранее, чтобы студент мог подготовиться и мог себе организовать пространство. Мы это все понимаем, то, что может быть где-то нестабильный интернет, поэтому я думаю, что все эти риски уже заложены. Пожалуйста, не переживайте. Это проходит все на таком международном уровне, что я думаю, организация будет тоже хорошей. И у абитурента будет возможность подготовиться, найти, у кого-то взять на период, там, даже если вдруг у кого-то нет ноутбука, возможно, попросить у школы или у друзей, у родителей, у родственников, да. Это все будет. Поэтому мы и говорим, что информировать о Нуфипете, из-за того, что он будет первый раз, мы будем, ну, настолько заранее, чтобы было время подготовиться. Поэтому всем ученикам желаем удачи. Да, удачи. Главное, не нервничать, чтобы вы могли нормально сдать экзамен, потому что я уверена, что у всех есть огромный потенциал. Главное, просто в нужное время собраться. Да, спасибо. А вы как, может быть, вы расскажете свой опыт поступления? Вы ведь тоже только поступили, у вас знания, эмоции свежие. Как вы проходили? Какие вы экзамены сдавали и как вы готовились? Я скажу честно, я готовилась всего две недели, потому что я вдруг поняла, надо поступать в Назарбаев университет. И вот примерно в декабре я быстренько сдала SAT. Я его сдала на 330. Я подумала, о, все, это хорошо, значит, он выше, чем проходной, значит, есть шансы. До этого я в мае 2019 года сдавала, нет, в июне, два SAT-subject у меня были такие результаты, как 760 по математике второго уровня и 750 по химии. Вот. И честно скажу, что я мотивационное письмо написала за один день, но я смогла успеть себе такую тихую, спокойную среду, где я смогла почувствовать саму себя, написать все искренне, от души, ничего не копирую у кого-то и просто написала, почему я реально хочу поступить в университет, именно в НУ. Вот. И получилось. А на какую программу вы поступили? Я вот поступила в SSH, то есть в Школу социальных и гуманитарных наук. Получается, у нас на первом курсе оказывается undeclared, наш мейджор, то есть у нас пока есть возможность определиться с нашим мейджором, поэтому мы можем попробовать различные курсы, например, из мейджора BFIR, это политология и международные отношения, или там, например, WL, это мировые языки, литература, лингвистика. Это очень здорово, вот действительно, нам, гуманитариям, очень повезло. И вначале я думала, что поступлю на социологию, я поступила, я взяла курс по социологии, я поняла, что это не мое. То есть сам предмет, он интересен, да. Нам повезло, что профессора, они постоянно отправляют нам различные полезные материалы, они Zoom-сессии стараются проводить интересно. Однако, все же, это не мое. То есть я не готова заниматься этим всю жизнь, и я поняла, что, оказывается, есть такой интересный трек, это WL, то есть всего лишь один мейджор, но он дает столько возможностей. Ты можешь изучать мировые языки, ты можешь изучать лингвистику, ты можешь изучать культуру, ты можешь изучать литературу, и главное, что профессора, они тоже действительно классные. Особенно нравится, когда профессор на Zoom-сессии, он ведет себя спокойно, рассказывает свой предмет, действительно со страстью, вот all of his passion. И я рада, что я поступила в Назарбаев университет. Вначале я думала, что, может, это тот же сам университет, как и обычный казахстанский университет, то есть просто там нет ничего особенного, то есть он типичный. Но он оказался настолько уникальным, что, боже, я очень хочу оффлайн-семестр, действительно, потому что я хочу прочувствовать, я хочу узнать все возможности, которые дает университет, потому что действительно возможности, которые нам дает НУ, это просто великолепно. Love НУ. Ну, кажется, это был самый лучший отзыв и мотивационная речь для всех, кто хотел поступать. Вот из свежих уст, из первых уст, да, вы можете посмотреть, как человек отзывается об учебном заведении, и, наверное, это самый лучший отзыв. И вы видите по лицу, что это было прям от души и по-настоящему. Спасибо большое. А так я могу много говорить, но время эфира ограничено. Спасибо вам огромное. У нас остался один, единственный, но очень самый классный вопрос. Вот сейчас минуточку. И это ваши топ-советы абитуриентам, то есть нашим аппликантам. И мы вас отпускаем. Ну, совет, конечно, это такой же, как и родителям, да, введите подготовку заранее или готовьте свою вот базу, да, именно академическую после, ну, не знаю, наверное, после седьмого класса нужно уже взяться хорошенько за математику, вот, учиться и на самом деле поступить реально, потому что наши детки, вот наши абитуриенты, у них уже есть весь потенциал, и нужно просто собраться и проходить, да, идти к вашим учителям, говорить, что вот я хочу поступить, помогите мне. Я уверена, что даже учителя в простых школах, если ребенок сам подойдет, то он от души вам поможет, подскажет с материалом, вот, введите активную подготовку. Все-таки самое главное для нас – это ваши вступительные экзамены. А после того, как вы поступили, я вот желаю вам вступить в какую-нибудь студенческую организацию, потому что вместе со студенческой организацией ваша студенческая жизнь будет очень яркой. Там проходят много различных мероприятий, и вы можете себя раскрыть с другой стороны. Получается, в университете вы получите hard skills, да, базовые знания. А общаясь со студентами в студенческом клубе или там занимаясь волонтерством, еще что-то, вы наберете свои soft skills, которые очень важны для вашего успешного будущего. Получается, если вы свои hard skills, которые получите в университете, сами доработаете свои soft skills, мягкие навыки, то вы будете очень успешными, да, и вы будете счастливыми. А если вы будете делать акцент только на ваших таких сильных возможностях hard skills, то, да, вы будете специалистом, но, возможно, вы не прочувствуете счастье. Вот поэтому мой совет всегда к hard skills, добавляйте, пожалуйста, soft skills. Ходите, участвуйте на дебатах, чтобы выражать ясно свои мысли. Ходите на танцы, чтобы отдыхать душой. Ходите на хор, да, или на концерты, чтобы развиваться духовно, развиваться интеллектуально, развиваться физически. Спасибо вам огромное за столь ценные и классные инсайты. Вообще сегодня эфир очень-очень продуктивный. Спасибо вам огромное. Если все-таки будут еще вопросы, я вот почту написала, вы можете мне писать на почту. Спасибо вам огромное. Да, ребята, мы обязательно в торе указываем почту вашу. Спасибо вам огромное. Все хорошо, до свидания. И вам спасибо большое за эфир. Всем удачи. До свидания. Всем удачи. Спасибо большое всем. Спасибо. 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 Продолжение следует...